Что касается разводов, в данном случае, если договор ипотеки заключен и недвижимое имущество является общей совместной собственностью, и на заключение договора ипотеки, естественно, в соответствии с законом, истребовалось согласие супруга. В случае, если супруги разводятся, то в данном случае решается этот вопрос в строгом соответствии с гражданским кодексом и с законом об ипотеке. То есть здесь супруги по соглашению между ними могут этот вопрос урегулировать, потому что обязательства, которые возникают по уплате денежных обязательств, они ложатся, в общем-то, на обоих супругов. И этот вопрос, конечно, им нужно урегулировать непосредственно на основании соглашения, допустим. Либо в суде уже, когда непосредственно будет этот вопрос подниматься, тоже обратить внимание суда на решение этих вопросов. Здесь все зависит от того, кем был заключен этот договор. Переоформлять документы, если, опять же, если это договор приобретения квартиры за счет кредитных средств, где имущество приобреталось в общую совместную собственность супругов, они вправе в суде разделить это имущество пополам, либо каким-то иным образом представить документы и решить между собой, в каких долях предполагается это равные доли. Естественно, если они составят такое соглашение, либо какой-то иной документ в соответствии с законодательством, они должны прийти к нам и уже зарегистрировать долевую собственность на это недвижимое имущество. И представить, соответственно, документы, которые будут правоустанавливающие в данном случае, соответствующие соглашения, либо какие-то иные документы, которые свидетельствуют о их правоотношениях. Наследники по гражданскому законодательству, по закону об ипотеке, они принимают на себя все права и обязанности наследодателя. Поэтому наследники обращаются в установленном порядке к нотариусу. Соответственно, в объем той наследуемой массы могут быть включены все обязательства, которые имелись у наследодателя, в том числе и по договорам ипотеки, либо по иным обязательствам. И уже наследник на себя принимает все эти обязательства, выплачивает кредит, либо каким-то иным образом в данном случае решает проблемы с кредитной организацией или с банком. И продолжаются обязательства между залогодателем и залогодержателем в полном объеме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok